всем привет с вами марина и мои цветочные друзья и говорю вам друзья доброе утро потому что сейчас раннее раннее утро 6 30 утра и я в гостях у моей тезки марины здесь мы с вами уже были но в саду можно гулять каждый день и каждый раз что-то меняется и вообще я напоминаю что это молодой сад который только-только вот сейчас формируется но он уже приобрел свое лицо не приобретает а приобрел потому что сейчас уже очень интересно в нем гулять и у каждого из членов семьи здесь есть уже любимый уголок вообще он построен такими островками это марина она полностью разрабатывает сама дизайн для этого даже закончила курсы садового дизайна ну конечно курсы не научат если человек ничего в этом не понимает у марины природный талант плюс еще она подпиталась теоретическими знаниями и теперь идет вот формирование такого создания с нуля красивого сада площадь здесь небольшая поэтому каждое растение приобретается целенаправленно и планомерно и высаживается с таким расчетом чтобы это место уже было постоянным хотя конечно вот марина рассказывала что им преподавали и говорили что ландшафтный дизайн это самый медленный вид искусства медленно создаваемый потому что все время все течет и изменяется каждый раз что-то добавляется что-то переставляется и в каждый сезон играет какую-то главную роль солистом выступает совсем другое растение то есть трудно выбрать в саду фаворита каждый раз что-то меняется ну и так еще раз говорю что мы в саду у марины саду три года он еще формируется и построен он вот такими островками вот здесь покажу вам те растения которые помогают бороться с сорняками посмотрите это стелющийся кизильник у него ягодки еще с прошлого года остались а в новом сезоне появились цветочки поэтому кизильник декоративен можно сказать все время горная сосна у марины пейзажный стиль то есть она выбрала такой стиль для своего небольшого сада ну и конечно же придают форму растению так чтобы она вписывалась в небольшие композиции и вместе с тем не перекрывала соседей вот я сейчас подошла к ракарию ракари то есть сад камней это не горка это очередной островок который оформлен хвойниками в основном и камешками покажу его издали вот смотрите эти островки строго очерчены но вот как раз строгости и не нужно в пейзажном стиле поэтому задумка марины чтобы постепенно растение разрастаясь вот скрывали этот строгий бордюр видите здесь уже елочки выступают на бордюр ну и там дальше я тоже покажу вам какие растения перекрывают как раз эту такую строго очерченную границу и делают границы более обтекаемыми и живыми настоящими периодически встречаются вертикальные композиции вот в данном случае посмотрите вот здесь поднимается по опоре плющ кстати опора это стальной такая стальная труба но здесь она уже так заплетена что тут не видно мне просто интересно там есть основа какая-то или нет нету марина говорит нету то есть это вот так именно сформирован уже такой объемный столб именно из зеленых стеблей плюща посмотрите как красиво смотрится нам принято считать что плющи это вообще растение для глубокой тени а здесь достаточно светлое место но плющ чувствует себя прекрасно посмотрите никаких обгоревших кончиков вообще все растения бросается в глаза что все растения очень ухоженные с любовью выращенные и постоянно находящиеся под присмотром заботливой хозяйки посмотрите какая красота вот покажу вам вот этот уголок там дёрен такой яркий него вид всегда праздничный весной у него листики с белой окантовкой а зимой ярко-алые побеги тоже выделяет его из общей массы растений такая яркость в любое время года и покажу вам кизильник который если за ним нет присмотра то он вырастает такой зеленой массой которая накрывает все вокруг а вот здесь чтобы как можно лучше просматривалась этот именно этот островочек лучше просматривался и соседей было видно кизильник вот так подстрижен то есть сверху оставлены шапочки а вот там в глубине видите так живописно пересекающиеся стебель стволы очень красивый хвойник прямо по земле стелется и вот вот эти вкрапления сейчас покажу вам вкрапления такие вставочки вот здесь тимьянчик добавился сейчас покажу камнеломочку еще один сорт вот этот сорт из-за такой своей яркости мы долго сомневались зимует ли он оказалось он прекрасно зимует и очень красиво смотрится особенно среди камешков и тут же посмотрите какой отчиток отчиток изогнутый но здесь же еще и афеопагон по-моему или лириопы афеопагон он вымерз в этом году он отходит да пестролистные очень примерзные в этом году необычные тюльпанчики сорт мороженое айскрим айскрим называется а еще здесь вообще такое растение встречающиеся очень редко сангвинария она уже не цветет но и листики у нее очень очень красиво выглядят ну и вот а вот здесь еще тысячелистник да и вот тут шалфей увидела то есть куда не перевожу камеру и там вижу островком вклинивающееся такое маленькое растение которое потом конечно разрастется но даже сейчас интересно на него смотреть слышите прелести нашей сельской жизни петухи поют соловьи поют соловей кстати просто заливается вот красота бересклет в сочетании с камнями очень красиво выглядит очень еще живописный вот такой кизильник у него листики необычные они как стеганые обычно 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 они такие кругленькие с глянцем а эти продолговатые и как бы стеганые травки осоки посмотрите после тюльпанов да вот сейчас я увидела здесь цвели тюльпаны а сейчас там сострижены тюльпаны и выступили на передний план осоки то есть их не было видно из-за тюльпанов вернее как тюльпаны на себя все внимание переключали поэтому на осоки как-то не смотрелось а сейчас они хорошо видны среди камешков а это у нас ковыль ковыль вообще он такой воздушный нежный нежный и вот показываю дальше вот здесь тоже четкие границы уже перекрываются мягкими такими волнами очетков посмотрите с этой стороны и вот с этой стороны здесь оставлен старый персик для того чтобы тоже по нему поднимался плющик персик уже свое доживает то есть это старое растение у нас персики вообще быстро застаревают ну вот он вот так продолжит свое существование как опора для плюща вот это растение очень красиво выглядит в саду это дерен кроваво-красный компресса листики листики осенью у него становятся насыщенно такого малинового цвета мне нравятся цветущие растения поэтому всегда обращаю внимание и на цветочки бутончики и тут тоже у Марины периодически встречаются цветущие растения сейчас я продвигаюсь дальше чтобы показать островок на котором как раз много цветущих растений абриетты продолжают цветение оформился уже шалфей посмотрите и вот такой с красивой границей барбарис с красивой окантовочкой по краю Марина не боится стричь растения то есть она заранее планирует как именно будет выстрижен тот или другой кустик чтобы он не казался искусственно подстриженным а именно естественными волнами или слоями смотрелись его ветки и даже растения вот я о нем говорила это ракитник даже ракитник подчиняется и растет так как положено то есть никому не мешает а рядышком гингобелоба тоже мы не знали как растение зимует у нас оказалось что прекрасно оно зимует вот эта зима была очень неблагоприятная для многих растений посмотрите какой красавчик гинго абсолютно не пострадал от мороза вот здесь простенькая анимонка которая тоже добавляет прелести и хорошо смотрится в камешках а примулы после цветения остаются вот такими зелеными привлекательными кустиками рядом со стелющимся кизильником вписался вот такой золотистый вербейник здесь островок задекорирован корой в ухоженном саду всегда кажется что не растут сорняки на самом деле конечно это наш бич у нас в краснодарском крае сорняки очень даже хорошо растут просто тут они вовремя убираются с глаз долой ой сейчас отойду подальше а пока обхожу покажу вам еще горец вообще строение вернее построение сада таково что и с любой обзорной точки мне кажется что это выглядит красиво вот она ива сформирована таким шатрум у меня тоже посажена такая ива и у нее ветки растут куда ни попадя так вот здесь убраны все веточки которые направлены были вверх и именно оставлены те ветки которые не спадают получился вот такой красивый шатер в который даже внутрь можно заглянуть посмотрите красота вообще в саду можно каждый день находить для себя что-то новое даже в своем собственном потому что каждый раз идет изменение пространства то есть что-то растет распускается зацветает это так интересно и красиво что любоваться можно просто бесконечно я каждое утро начинаю с такой прогулочки по своему саду тысячелистник посмотрите он такой просто воздушный тоже сейчас растения выглядят у нас очень хорошо потому что как никогда эта весна у нас прохладная и с дождями поэтому сейчас еще ничего не пригорело не сохнет не блекнет а вот именно красота дорожки коряшки камешки и все вместе складывается в интересную картину так а я вот подошла к цветущей к цветущему островку здесь цветет пузыреплодник пузыреплодник марина планировала стричь из него бордюр но пока это вот такие красивые изящные кустики симпатичными цветочками пузыреплодник вот еще один пузыреплодник little angel сорт он разными оттенками оранжевого цвета переливается а вот как душица сейчас выглядит золотистая рядышком сеслерия такая растрепистая травка причем разного цвета изнанка листа у нее голубоватого цвета а сам листик зеленого поэтому вся кочка кажется вот такой разномастной очень позитивно смотрится розовая смолевка почвопокровная я уже у Марины прошу семена она хорошо сеется и красиво смотрится это у нас я так думаю что это у нас мята ах да эта мята пахнет и рядышком бересклет красота люпины посмотрите центр оставлен для елочки то есть в каждой клумбочке планируется что-то из хвойников чтобы и зимой тоже клумба вместе с камешками коряшками и свежей хвоей тоже чтобы выглядела живой и интересной пинстемон весь в цветочных стрелочках кстати красиво сформирован потому что пинстемон стремится разложиться на 3 метра прямо на территории на площади на плоскости а здесь у Марины он вытянут вертикальный кустик красиво смотрится весь в бутончиках луки сейчас только-только зацветают а ирисы цветут вовсю вот так приятно смотрится весь этот островок шарики выстрижены из санталины это вечно зеленая травка но именно этот сорт он сизый голубой и вот тоже смотрите шарик из бересклета вот один шарик и вот второй шарик тут афеопагон нигра и посмотрите какой лук красавчик это кориоптерис золотистый и вот так живописно тоже выглядит вот эта грядочка а посмотрите в какие кусты превратились лаванды у марины 8 сортов лаванды и вот показываю один из сортов у увидела свое растение это дейция мраморная я Марине подарила чтобы и моя капля в саду была чтобы можно было сказать вот у Марины растет мое растение тоже красиво смотрится возле пенечка ну и хотела еще показать ирисы но далеко к ним идти поэтому вот здесь покажу сейчас барбарис орликин ой пестрые у него листики и тоже рядом с лавандой а приехала я сегодня к Марине чтобы показать вам теневой уголок но пока еще к нему не пришла сейчас Марина меня поругает но я хочу пройти по камешкам смотрите оп очень даже хорошо получается получается вот я пересекла островок по камешкам много шариков посмотрите вот там шарики из калины из стриженной спиреи зеленой и рядышком желтая спирея красиво смотрится а вот леатрисы сейчас они еще такие красивые стрелочки цветочные выбросят ну и сейчас покажу вам еще ель сербскую такой тоже не спадающей формы сейчас захватим ее целиком вот такая она видно вам сейчас еще раз покажу с этой стороны вот такая красивая и тоже посмотрите как она лапки распускает вот они уже здесь перекрыли дорожку а тут Марина еще такую пирамидку из круглых валунов сложила красота а там вот беседка из глицинии так чтобы было видно вот так и вот такие красивые туи кстати Марина рассказывала что покупала их как маленькие шарики ну вот получается во время пути собака могла подрасти так и тут шарик подрос до высоты ну вот до высоты полутора метров оказалось что это не шарик но все равно красиво бог то мой притоптала я тут сныть посмотрите какой бордюрчик из сныти так я тут ничего не натворила ничего не натворила но все восстановится на этом закончу первую часть и сейчас в конце концов уже буду показывать вам теневой уголок не уходите далеко друзья спасибо 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 спасибо